Мне очень он понравился. Лучит так. Дорогой, что мне взять на море, чтобы все охренели? Даже не знали, милая. Наверное, самки. Вот тут одного человека мучает такой вопрос. Если взять ипотеку в 4 миллиона, то выплачивать её надо 25 лет. А если украсть 4 миллиона, сидеть нужно всего 7. Этому из-за никак не даёт ему покоя. Два друга встречаются. Он говорит, прикинь, у меня сын родился. О, поздравляй. А жена как? Узнает? Охуеет. Андрюшенко, когда кашляешь, прикрывай ротик, внучек. Не ссы, бабуль. У меня зубы свои не вылетят, как у тебя в прошлый раз. Ну, в небольшом перерывчике хочу показать вам маленький прикол. Снимал я его у себя в гараже. Сразу предупрежу, это не игровое. Я спрятал телефон. Он у меня очень долго лежал. Я выжидал момент. Прикол старый. Прикол очень старый. Но покупаются у него абсолютно все. Можете попробовать? Такая история. Мама, сын. Ты зачем взял новый пакетик чая? Мама, на старом уже ниточка протерлась. Что? Рук пришить нету, что ли? Теща звонит. Алло, доча. Я вас с утром жду. Что зять-то мой делает? Ой, мама. Ест огурцы, селедку, морскую капусту. И запивает это все молоком. Я смотрю, он обосраться на то, что лишь в охуле не ехал. Баб, блин, не поймешь. С радостью такую рассказывала, что она эти трусики купила специально для меня. Но когда я их одел, она так расстроилась. Святой отец, я согрешила. Ай, красава. Попросила мужа купить золотое кольцо. Сижу, блин, слушаю. Кому-то, боженька, дает при рождении головушку светлую. Кому-то рученьки золотые. Кому-то жопоньку с приключениями. Парикмахерская. Парикмахер два раза режет клиента. Ну и как-то завести разговор, чтобы смягчить все это. Говорит, ой, а вы у нас раньше никогда не были. Нет, руку я потерял на войне. Жена звонит мужу. Дорогой, я тебе сегодня вместо таблеток от поноса дала успокоительное сильное. Ты меня уж извини, пожалуйста. Как ты там? Нормально. Я совершенно спокоен. Обосрался. Иду домой. Кум, ты в горячую ходу ойдешь? Нет. А коня на скопу остановишь? Да нет. Вот за шо я тебя, хум, уважаю. Вот то, шо ты не баба. Приходит мужик. В зоомагазин. Говорит, у вас есть что-нибудь такое говорящее? Что ты говорила? Есть. Сороконожку. Купил, приходит домой. Накормил ее, обогрел. Говорит, пойдешь гулять. Та молчит. Говорит, ну пойдешь гулять. Та молчит. Ну пошли гулять. Та молчит. Говорит, ну блин, накололи, суки. Неговорящая попалась. Сороконожка сидит. Да обуваюсь я. Серега. А я ей, по-моему, понравился. С чего ты взял? Она мне улыбнулась. Когда я тебя встретил первый раз, я три недели ржал. Эй, мужик, зачем ты пьешь эту грязную воду с озера? Сосить деревню с нее говносток течет. Вот не дизель. Да двумя руками черпай голову. Двумя руками. Компания детей гуляет во дворе. Мальчик подходит к подружке. Открой рот и закрой глаза. Я тебе в рот что-то положу. Ладно. Ну вот, чувствуешь? Ага, сипит. Да, это корбит. Звонок в 4 утра. А у вас стадо оленей не пробегало? Спокойный ответ. Хм, ты что, отстал? Ну, на сегодня все. Если вам понравилось видео, жмите, пожалуйста, лайк. Блохие отзывы не жмите. Потому что вычислю, замочу. А я вычислю. А то будет, как в прошлый раз. Прошлый раз не вычислю. Но хорошим отзывом буду рад. Буду рад, если вы будете подписываться на мой канал. Присылать мне анекдоты, которые я с удовольствием прочитаю. Вам, может быть, какие-то видеоприколы. В видеоприколах я буду вставлять в ваш видеоприкол. Я буду ссылочку на ваш канал ставить. То есть, все будут видеть, заходить на ваш канал. То есть, тем самым, будем увеличивать вам просмотры. И мне хорошо. Ну, для меня это, скорее всего, развлекаловка. Тоже хотелось бы привлечь немножко народ. Ну, вот, вроде бы и все. До следующих встреч. Я сделаю отдельную папочку анекдоты. На следующих анекдотах будет ссылочка. Вот здесь вот. Нажимаем кнопочку. И попадаем в папку с анекдотами. До новых встреч. Всем... Мне было приятно с вами познакомиться. Goodbye.